Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Ата. Не выходила на связь. Знаете почему? Потому что у меня беспокоит меня очень мой зуб и нету настроения вообще. Еще у нас, ну, я занята по бизнесу. Как-то всем временем, все это время очень много работы. А что это пахнет? Посмотрите, какую красоту я себе сварила, отварила на обед. Тут у меня горох, картошка и грибы. А также у меня вот мой овощной суп, который сейчас покажу. Погода с утра в Мерсине была хорошая, солнечная. Потом погода поменялась, стало пасмурно. Время обеда. Немножко обезболивающее прошло. Я просто знаю результат, поэтому не иду к врачу. Она мне скажет одно и то же. Я не хочу снимать мой мост. Потому что я уверена в нем, друзья мои. Ну, поймите же правильно. Хотя медик, вот такой медик. Скоро наступит результат. Я это уверена просто. А сейчас я покажу, что у меня на обед. На весы мы встанем с вами. Сегодня шестой день. На весы встанем вместе. Было 68 килограмм с чем-то даже. С чем-то. Вот мой обед. Ну, я не знаю, мне показалось, что это очень много. Конечно, тут чашка гороха. Я еще добавила чуть-чуть грибочки. Вот это суп овощной. А на ужин моему мужу я буду сегодня делать соте. То есть, такое блюдо из куриной грудки, из грибочков, а также болгарский перец. Но это все потом. Сейчас он пока только недавно позавтракал. А я пошла заниматься обедом и пить лекарства, антибиотики. Я такая шустрая хозяйка. Аж кем проголодался. Я ему приготовила. Посмотрите, какое вкуснятино. Здесь грибы, болгарский перец, грудка. Ой, помидорчики. Такой вкусный салатик. И мне такой же я сделала. Но я пока не хочу по коже. Ну, и без йогурта он не может. Пойдусь, значит, кормить. Аж кем, а? Всем привет, друзья мои. В Мерсе не пришла весна. 19 градусов жары. Такая погодка. А я что делаю? Завтракаю. Сыр. Сегодня кошар старый. Решила один раз есть голландский, один раз есть кошар. Сегодня седьмой день моей диеты. У меня немножко не хотела выходить и записывать видео, потому что очень болел зуб под коронкой. Ну, я знаю лечение. Я консультировалась с врачом. Так что я принимаю лечение. Делаю так, как надо. Ну, немножко надо потерпеть, не так ли? Сейчас я вам покажу. Завтрак у меня. И сейчас я вам покажу, мои хорошие, как у нас жарко, что делают соседи. Я сейчас смотрю, они все повылезали на балкон. Минуту. Решила сесть сюда в цветочках, чтобы они не заметили меня. Смотрите, все сидят на балкончике. Все-все вылазили на балкончик. Жизнь кипит, друзья мои. Посмотрите, какая замечательная погода. Вот там впереди у нас есть базар. По субботам, воскресеньям. Вот аквапарк у нас в этом году не работает. Деревья у нас, видите, срезали уже, как появилась листва. Ма, кошечки, в общем, деточки, кошечки. Так жизнь кипит. И там тоже. Но там соседей неудобно снимать уже. Так что вот сейчас буду я кушать свой сыр с кофе. И надо немножко заняться уборкой. Как солнышко присветило, так сразу все стало заметным. Мои лопулечки, лопатулечки. Вышла я на погулять. Вышла я на погулять. С утра никого в парке не было. Посмотрите, какая ситуация. Что творится? Никто не боится. Пикники устраивают даже. Видите, какая ситуация в Мерсине. Вот я решила тоже погулять, выйти, посмотрите. Вот. В общем, парк переполненный. Я бегу немножко на набережную на часок туда и обратно погулять. Нашка Мазлая разозлил меня. Чем разозлил? Своим ненормальным образом жизни. У него тоже зуб разболелся, не может спать. К врачу не идет, тоже там под коронкой. Пьем антибиотики оба. Подсел на нетфликс. Смотрит сериал, и нету сна у него. Ну, а я какая заводная такая. Сама себе придумываю и жизнь устраиваю. Вот моя тень. Видите, как я похудела? Какая стройнюшенькая. Вот, идем в спортивном оделайся. Хотелось сегодня зубой заняться. Ашкин говорит, давай зубой займемся. А он, о, женщины как смотрят на меня. Зубой хотела заняться. Ну, а куда зубой, когда он только лег в 12 часов? 12 часов. Такая погода шикарная. Вот, звонила сейчас моя Азлем. Спрашивает, где ее братик. Я сказала, братик твой ненормальный образ жизни. Она говорит, и мой сын так же в 7 часов вечера ложится, в 4 утра просыпается и смотрит сериалы. Я не знаю, играет, может быть. В общем, мужчины в Турции все испортились. Да, и слава Богу, что у моего мужа есть хорошая пенсия. И он не думает, как заработать себе на хлеб, на меня. Очень много безработных здесь. Я просто смотрю, молодые не могут найти работу. Не говоря уже про пенсионеров. Я вам рассказывала, что он хотел устроиться на какую-то фабрику. Там как начальником его пригласили. А эта фабрика из-за коронавируса закрылась. Там поголовно все начали болеть. И закрылась. Ну, будем ждать свое время. У каждого же свое время в жизни. А я пошла быстрым шагом гулять. И покажу вам все интересное. Сегодня видео будет такое солнечное, такое хорошее. Всех целую и люблю. Возле нас Айши Арсланджами. Вот там такой дворок, дворик. И я смотрю, что очень часто здесь похороны. Вот девочка занимается спортом, как Света. Вот такая красота у нас все. Вышли на улицу. Температура 21 или 23. Сейчас посмотрим на термометре. Вот такие кисочки. Так и за ними смотрят. Специально кормят. Вот видите, возят корм. И кормят наших кисочек. Декабрь месяц скоро будет, друзья мои. Сегодня, через несколько дней, какое даже число сегодня. А у нас такая красота. Ну, видите, листья тоже желтеют. Это, друзья, Мерсил. А посмотрите, уточки. Вот они, уточки. Сколько их уточек-то. Видите, этот такой и уточек кормит. Еда появилась, и все они... Все-все закрякали. Весело, весело. Весело, весело. Людей, смотрите. Так, я хочу посмотреть, сколько. 23 градуса. 23 градуса. Вот так много людей. Смотрите. Мерсиль, лежись, кипит. Мерсиль, лежись, кипит. Наш любимый Мерсиль. Кто-то там играет. В секант. Аж кем лежит, спит. Я такая умничка. Прямо хвалю себя, не нахвалюсь. Сижу, посмотрите, какая красота. Сижу на берегу Средиземного моря. Получаю удовольствие. Море какого красивого цвета. Боже, какая красота. Какая красота. Видите, каким шагом я иду. Плечо. Плечо. Главная площадь. Галатасарая. Нашей футбольной командой. Я как собиратель сплетней смотрю. Музыка, так весело все. Девочки сидели там, девушки. На камнях, вот на этих камнях. И распивались спиртные напитки. Вино, наверное, пили. Скорее всего, сидели. Вот так развлекаются. Потому что сейчас же все закрыто. Кафе. Может, какое-то день рождения. Может, еще взрослые девочки. Так что, вот такие вот дела. Я все замечаю. Когда Ашкема нет рядом, больше я иду и оглядываюсь на людей, рассматриваю. Какие разные люди вообще бывают. В каком смысле разные. Кто-то занимается спортом. Кто-то сидит отдыхать. Кто-то пикник. В общем, находят себе турки, занятия, чтобы не сидеть дома. Чтобы двигаться вперед. Ничто их не удерживает. Ни карантин, ничего. Люди продолжают жить активно. Я смотрю сейчас. Посмотрите, мои хорошие. Просто посмотрите, сколько людей делают пикники. В каком смысле пикники? Просто разговаривают. Общаются. Я смотрю, там семечки щелкают. Кофе берут с собой. Термос. Жизнь какая интересная. Вся поляна, вот если вы видите, да. Везде занята. Вот я хотела просто видео поснимать во весь рот. Не получается. В кругу заполнено все. Ну вот. Боже, я тоже мечтаю о таких пикниках. Вот мечтаю и хочу. Люблю я. Ну, когда на диете я все особенно мечтаю. Ну что. Я сейчас приду, меня 100 грамм курицы ждет. А-а-а. Кто-то из вас сказал, что 100 грамм сыра. Куда это так? Что за диета? Да? 100 грамм сыра? У меня вчера был овощной день. Я хлеб не ем уже 2 дня. Овощи. Что это? Суп кабачка. Там с одной ложкой оливкового масла. И потом салат сделала. Такой же себе. Огурцы, помидоры. Все трава. И поэтому на второй день отдается что-то такое сытное. Я поела. До сих пор я не хочу кушать 100 грамм сыра. Дома убралась. Стирку. Занимаюсь своими делами. И вот сейчас занимаюсь спортом, как вы видите. Мой лапулечки. И калории сжигаю. Покажусь вам попозже, когда буду довольна своими результатами. Мимо этой клумбы просто пройти невозможно. Смотрите, клумбой сделали, написали буквы. А что здесь написано? Севьё. Севьё. Всех. Всех. Короче, что-то написано. Надо сверху посмотреть, чтобы понять. А я что-то не вижу. Может, и вам удастся почитать. Я же слепая, Светлана. Но вот здесь что-то, что-то будет интересное. Этки не к салону, не ках. Не ках. А-а-а, здесь будет свадеба. Здесь, друзья мои, бракосочетание состоится. Как классно! Потому что раньше мы уже с Сашкой в другом месте. Бракосочетались. Ну что, пошла я дальше. О ценах, которые вот государственные, это кафе. Здесь, смотрю, чай с семи, там 3.50. Кока-кола 6. 9. Тостер вот с сыром внутри. Кюхтейк мек 12 лир. Чай 2.50. Цветочный, Шахтеп 6. Телет. Турецкое КВ 7. Сок с апельсиновой 8. Молоком кофе 8. И горячий шоколад 9. Вот на вынос все заходят, покупают. И где-то, где-то садятся и пьют. Маскока 17.07, и я уже вернулась. 19 градусов. Погода замечательная. Чуть-чуть здесь посижу. Знакомая звонит мне с Грузии. Поговорю с ней. И пойду будить Ашкыма. И готовить ужин. И самой кушать. Какая красота! Посмотрите! Мой любимый пляж, на котором я всегда купаюсь. Сейчас он. Видите, как здесь пивко пьют молодые. Классно вообще, да? На улице-то не запрещают. А там посмотрите. А-а-а! Пойдем посмотрим поближе. Если поближе получится, влучай отсюда. Классно. И работают на вынос. Вот здесь люди сидят и что-то кушают. А может просто... Может я ошибаюсь. Все пусто, друзья. Все закрыто. Так классно! У меня внизу только майка одета. И все. Вот эта тоненькая маечка. Я совсем не замерзла. Зашла в Фурин, в пекарню. И купила хлеб. Представляете, я не знаю, сколько стоит хлеб. Потому что уже все время Ашкым покупают. Вот такой хлеб стоит 2,5. Значит, это получается 2 хлеба, 2,5. Лар, лир, 25. Вот. Буду сейчас знать, сколько стоит хлеб. Ашкыма свою. Посмотрите, что я ему приготовила. Картошку. Испанак с яйцом. Ну, это вчерашнее было. Голубцы. Суп с испанаком. Со шпинатом. Короче. А у меня и 100 грамм хлеба. А, у сына шканула. Вот. Посмотрите, мой сегодня ужин царский. Ну, 2 дня хлеб не ела. Ну, вот тут, смотри, курица почти, да? Не так много, как вы думаете. Субтитры сделал DimaTorzok